О, дивный остров, полога, рука божественной судьбы, Он сдвиглась здесь, обитель рая, обитель высшей чистоты, Обитель чудную, святую, живище избранных прудей, Обитель сердцу дорогую, обитель мира у страстей, Богоизбранная обитель, святая земля Валаама. В течение десяти веков возносится здесь молитва ко Господу. Основатели монастыря, преподобные Сергий и Герман, утвердили на пустынных Ладожских островах монашеское житие. Подвиг их, сокрытый в глубокой древности, является собой тайну Божию. Великие молитвенники, жили они во имя Христова, Просвещали землю и населявшие ее народы, Молитвы преображали холодные Валаамские скалы, Ведая по промыслу Божию избранность этой святой земли. В глубокой древности рождается молитвенное почитание Валаамской земли, ее святынь. Во все времена здесь искали истину и правду, Приходили сюда, чтобы увидеть жизнь по заповедям Божьим, в любви к Богу и людям. Так было в древности, так было и в XIX веке, Когда из Петербурга на Валаам стали регулярно ходить небольшие пароходы. Паломниками были крестьяне, мастеровые со всей России. Приезжали сюда художники, писатели, музыканты. Благочестивыми валаамскими паломниками были и русские государи. Молитва здешних иноков утешала всех. Свет Христовой любви согревал души. Паломничество к святым местам – один из благочестивых христианских подвигов, Особенно почитаемых на Руси. Путь, молитва, изменение души своей и жизни, прикосновение к святости. Сколько воспоминаний о паломничестве на Валаам было написано в XVIII-XIX веках. Сколько благодарностей ко Господу и преподобным Сергию и Герману. В XX веке, в 1918 году, Валаамский монастырь оказался за пределами России на территории Финляндии. Разделение с Россией было трагическим, Но в судьбе обители вновь был явлен особый промысел Божий. В 30-е годы на Валаам приезжали русские люди, Рассеянные по всему миру трагедии и революции. Потерявшие Россию, они находили Родину с ее устоями, верой, храмами. Здесь, на обетованной святой земле Валаама. Перед вами редчайшие документы монастырской жизни. Кинохроника одного из паломничеств на Валаам. Совершенного в 30-е годы XX века. Эта запись сохранилась в финских архивах. В этом фильме перед зрителем предстанет старый Валаам. Его монахи и старцы. Валаамские храмы и скиты. До разрушения. Каким был монастырь в 20-е, 30-е годы нынешнего столетия. Чем он стал для метущегося, бушующего мира. Чем он остается для каждого верующего сердца и поныне. Избрала Валаам как дом свой, Матерь Божия, явив в начале XIX века чудотворную икону, Валаамскую. Почитание этого образа насельниками обители, как одной из главных святынь монастыря, началось еще в 1897 году, когда по молитвам перед образом святым получила исцеление от тяжкого недуга одна из благочестивых верующих. Переписку с многочисленными паломниками, с валаамскими иноками, оказавшимися за пределами родного Валаама, вел отец Иовиан, архивариус, летописец валаамской обители. Много лет здесь он внес свое послушание. Из письма отца Иовиана Алеше Ридигеру, нынешнему святейшему патриарху Русской Православной Церкви, тогда впервые посетившему обитель в конце 30-х годов девятилетним мальчиком. «Милое дитя Господи, дорогой Алешенька, большое тебе спасибо за твое милое и трогательное письмо, которое меня умилило. Верь, дорогой Алешенька, что детская твоя молитва особенно угодна Господу». Могучий, звучный голос валаамского колокола созывает на молитву «И спешит братья из отдаленных скитов, уединенных тихих келей, в храм, славить и благодарить Господа». Валаамские монахи, хранители строжайшего устава, постники, молитвенники, в конце 30-х годов появляются в числе братья и молодые постриженники. Валаамские монахи, хранители особого валаамского духа, духа простоты, ласковости, тишины. «Люди здесь необычные, как везде. Здесь подбираются по духу, как свозь решето отсеяны». Так говорил о валаамских монахах писатель Иван Шмелев, неоднократно посещавший обитель, всем сердцем чувствовавший ее красоту, строгость и молитвенный дух. Этим монахам в 20 веке судил Господь продолжить духовную традицию валаамского подвижничества. Молитвами преподобных Сергия и Германа, молитвами валаамских мучеников, старцев, живших в прежние века, смогли валаамские иноки пережить годы революции, войны, смуты. Последний игумен старого валаама – Харитон. Отойдет он ко Господу уже на новом валааме, Финляндии, куда со многими монахами суждено уйти ему было во времена гонений. Но перед своей кончиной в 1941 году вновь увидел игумен старый валаам. Перед ним предстанут разрушенные, поруганные храмы, кельи, опустевшие валаамские скиты и тропинки. Главные заботы игуменские – не о внешнем благолепии и достатке, а о том, чтобы в метущееся время сохранить дух монашеский. То сокровенное молитвенное делание, которое всегда было сутью валаама, которое рождало смиренных валаамских старцев. Скит всех святых. Здесь подвязались в XIX веке великие старцы – иеромонах Клеопа, схемонах Феодор, иеросхемонах Антипа. Душа валаамского иночества осталась жива. К старцам, как раньше, так и сегодня, устремляются люди, чтобы услышать слово любви, утешения, мира, живую молитву. По всей валаамской земле раскинуты кельи, скиты, где в уединенной глубокой молитвенной тишине хранится с древних времен тайна Божия. В путевой тетради священника Александра Осипова говорится на скалах леса, леса, или вдруг вынырнет из-за скалистого мыса весь сказочный какой-то зачарованный островок. Тихо, листья кувшинок, болотные фиалки, еще какие-то неведомые травы и цветы. За мостом церковь, Каневский скит, тихий храм, деревянный. Возле храма две кельи. В Нижней живет старец-химонах Николай. Маленький, седенький, просветленный, благостный и своим глубочайшим смирением напоминающий преподобного Серафима. Смоленский скит. Он не сохранился до нашего времени. Был построен в годы Первой мировой войны в память павших на поле брани. Здесь, в скиту, поминались павшие в годы войн смут. У Бога все живы, и в монашеских молитвах поминаются все, жившие и молившиеся на Валааме прежде. Глядя на дивную красоту Валаамской земли, невольно возносишься к тому, кто один достоин всех похвал, всей любви, всех сил и трудов человеческих. Слава Тебе, Господи, умудряющего простецов на украшение земли. Слава долготерпению Твоему, Господи, что так любишь и милуешь нас, несмотря на наши грехи. В начале XX века по промыслу Божию перед грядущими испытаниями воздвигнут был на Валааме воскресенский скит в память о крестных страданиях Спасителя и о воскресении Господнем. Пещера преподобного Александра Свирского Валаамский монастырь духовно воспитал целый сон подвижников, несущих свет Христовой истины в самые дальние пределы русской земли, просвещающих иные земли и веси. В X веке на Валаам пришел преподобный Авраамий Ростовский. В XVI веке преподобные Сергий и Герман благословили на монашеский подвиг Александра Свирского и Саватия Соловецкого. Все они послушники преподобных Сергия и Германа, которые и при жизни своей, и по кончине остаются Валаамскими игуменами. Игуменское кладбище, устроенное тщанием славного Валаамского игумена Дамаскина. Монастырский синодик хранит имена от лютеры убиенных, от прочих неприятелей замученных, изгнанных, поруганий претерпевших. Из века в век возносилась молитва из-за тех, чьи имена знает только Господь, кто был верным до смерти, учеником Христовым. Валаамский игумен Дамаскин, строитель и благоустроитель Валаама, был он смиренным послушником преподобных Сергия и Германа, сокровенным молитвенником и подвижником. Здесь, в святом окружении старческих пустынек, в тишине валаамских раскидистых елей, приготовил себе игумен Дамаскин последнее место упокоения. Прежде всего преподая, прошу простить меня. Я всю жизнь любил Валаам, это святое место, место нашего обитания, любил каждого из вас, и по мере моих сил и разумения, от всей души старался о процветании обители и малого, и большого ее сына. Из духовного завещания игумена Дамаскина, оглашенного в храме перед братьей, в день его отпевания. По всему валаамскому архипелагу поставлены игуменом Дамаскиным поклонные кресты. Дух любви, кротости и смирения помогал претерпевать валаамским монахам разорение от огня и меча, помогал бороть ненависть и злобу, которую обрушивал враг спасения на обитель. Хроникальные кадры 30-х годов. Старый валаам, цветущий и живой. Монахи, игумен, схимники, послушники. Монашеское братство. Как радостно и духовно важно увидеть нам это сегодня, вглядеться в прошлое. В сокровенной молитве и в простых монастырских послушаниях смысл один – служение Богу, служение ближнему. В монастыре все послушания и сено заготавливать, и камни ворочать, и в трапезной трудиться, и паломников встречать одинаково важны, одинаково трудны, но все они в радость, во славу Божию. Трудами энергии ни одного поколения иноков на гранитных скалах острова была создана цветущая обитель валаам, обетованная монашеская страна. Грандиозное каменное строительство, храмы, колокольни, кельи, монастырские корпуса, большая гостиница для паломников и приезжих, пристань – все это руками насельников. Слесарно-механические мастерские, конюшни, сеновал, ферма и коровник, выстроены заводы, смологонный и кожевенный, бочкарная мастерская, проведен водопровод. А какие урожаи собирали в монастыре? Огромные тыквы, дивный яблоневый сад, заложенный еще при игумене Домискине, давал столько урожая, что яблоки вывозили на продажу в Петербург. Рыбные ловля, засолка красной рыбы. В конце 80-х годов XIX века было открыто новое здание монастырской библиотеки, где были сосредоточены все книги. На Валааме с 1859 года непрерывно велись монастырские наблюдения над уровнем воды в Ладоге. Эта многолетняя ценная работа, производимая с большой тщательностью, явилась громадным научным достижением. Сколько сил и трудов отдано было насельникам и обители, чтобы Валаам славился по всему миру, как дивный остров. Душа русского паломника знает, что пережил Валаам вместе со всей Россией в нынешнем веке. После русской революции из 1200 насильников оставалось около 500 престарелых иноков. Все способные к труду, взяты были на войну и в монастырь не вернулись. В 1918 году 36 человек умерли от недоедания. В 1939 снаряды и бомбы обрушились на святую Валаамскую землю. Тяжелый крест испытаний дан был России, русскому народу, русской церкви в 20 веке. Крест был дан Господом во искупление грехов, во очищении, дабы вернулась Россия ко Христу. Господи, помоги и спаси меня, грешного монаха. Господи, Боже мой, с подоби и помоги мне, грешному, чтобы так чисто жить, дабы и через меня, грешного, все тебя, Бога нашего, славили и любили. Эти слова из дневника валаамского монаха 30-х годов нашего столетия. Валаам не только кроет в себе, но и расточает вокруг себя великую благодатную силу. Так писал князь Живахов, частый паломник святую Валаамскую обитель. Весь мир стонет от терзаний и издевательств, погружаясь все глубже в омут беззаконий и страданий, а на валааме благодать Божия, мир душевный и радость о Господе. Вот и особенное валаамское утешение. Горячий чай – один из самых радостных и живых кадров хроники. Размышляя о современном монашестве, последний гумен старого валаама Харитон однажды сказал, «В жизни иночества, как и в жизни народа, всего важнее чистота идеала, хранить неподмененный свой высокий идеал. Все дело именно в этом идеале. Жив он, и душа жива». Милостью Божией в страшных испытаниях двадцатого века осталась жива душа валаамского иночества. Молю Тебя, Боже мой, сам забереги Твой сосуд, душу мою и тело, неоскверненными во веки веков, и не попусти мне, Боже мой, что-либо неугодное Тебе делать. Хочу всем моим существом во веки веков служить Тебе в непорочности души и тела. Аминь, аминь, аминь. Из дневника валаамского монаха. Преподобные Сергий и Герман во все времена помогали братьям выстоять в трудные годы смут, войн, разрушения. У них искали насильники помощи и утешения. Их молитвы, их предстательства укрепляли, исцеляли, давали силу. От того времени, когда пришли они на Ладогу, не осталось вещественных памятников, не сохранились храмы, нет древних икон с ликом преподобных. Нет жития основателей и обители. Но из века в век церковное предание свято хранит и утверждает духовное знание об их подвиге. И до сего дня, так же, как прежде, идет валаамский паломник под благословение к валаамским игуменам, преподобным Сергию и Герману, и вновь видят сияющие, всепобеждающие, православные кресты над куполами. Главный храм обители Спасопреображенский собор, в нижнем пределе которого почивают нетленные честные мощи у строителей монастыря, преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. По великой милости Божией, валаамская обитель, хранимая молитвенным ко Господу предстательством ее небесных игуменов, пребывает сохранно и невредима. Сама Пресвятая Владычица Богородица покрывает землю валаамскую небесным своим амафором. Вот уже более века минулся дня чудного знамения, явленного Пресвятой Владычицей нашей Богородицы и Преснодевой Марии через ее святую икону, именуемую Валаамской. Велико значение иконы Валаамской Богоматери для всей России. Это одна из трех икон Божьей Матери, явленных царствованием государя императора Николая Александровича наряду с Порт-Артурской и державными иконами. Валаамский образ был явлен вскоре после венчания на престол царя-мученика, а в последний день его царствования явилась державная икона. На этих двух иконах изображен мистический символ царской власти — держава. Промыслом Божиим между явлениями этих икон совершилось крестное несение российской державы царем Николаем II. Трагические события прошлых десятилетий привели к тому, что подлинная валаамская икона Божьей Матери покинула пределы России и ныне святой образ находится в Финляндии в монастыре Новой Валаамы. Здесь же, на земле старого Валаама остался первый список иконы, сделанной до революции. С большим благоговением относятся верующие к этому образу как к знамению благодатного покрова Пресвятой Богородицы над Валаамской обителью. Субтитры Субтитры 30-е годы 30-е годы 20-го столетия. Новые, еще более ужасающие беды нависли над Святой Валаамской землей. Совершая паломничество на Валаам, священник Александр Осипов записал в своей путевой тетради. Когда я кончаю печатать этот дневник, над Валаамом развертывается трагедия нового разрушения. Много их видела обитель, но всегда вставала из праха для новой славы духовной. Ее душа сильнее внешней оболочки. Оболочка много раз сгорала и разрушалась. Душа до сих пор была бессмертна. Верим твердо. Не умрет и теперь. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, расположенный на северной оконечности Ладожского озера, относится к числу величайших святынь, памятников духовной культуры Отечества. Валаамская обитель, возникшая в глубокой древности многие столетия именуемые Северным Афоном, стояла у истоков рождения мирового православия. На протяжении веков была она его центром на северо-западе России. Во все тяжелые времена своей истории Валаам возрождался. И после неоднократного нападения шведов, когда монастырь несколько раз был уничтожен до основания, и после военной оккупации 1940 года, по милости Божией, в предстательстве валаамских чудотворцев, небесных игуменов обители, Валаам возрождался. На протяжении тысячелетней истории Валаам переживал времена разорения, восстановления и расцвета, за которыми были снова разрушения. Но, несмотря ни на что, с настойчивостью и огромной верой иноки возвращались на остров и восстанавливали на попелище кельи и церкви. В конце 80-х годов вновь наступили времена возрождения Валаамского монастыря. В день святого Андрея Первозванного 13 декабря 1989 года на берег Валаамского острова вступили первые монахи для возрождения Валаамской обители. ПЕСНЯ Ныне, спустя 10 лет, Спасопреображенский Валаамский Ставропедиальный мужской монастырь живет все более и более украшаясь. Восстанавливаются скиты, вновь освящаются храмы. Возрождается, процветает святая Валаамская земля. Многочисленные паломники, как и прежде, устремляются сюда, чтобы возблагодарить Господа за милость, всеблагую помощь и поклониться Валаамским святыням. Покровкой Святой Богородице да пребывает над славной обителью и всеми, кто несет не свой монашеский подвиг или обращается к заступлению Божьей Матери как паломник, посещая святую землю Валаамскую. Богородице 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 Зыграйте добрый Мама под стенью милости Творца Он на сквола Ему и слава да будет вечно блескать Богородице Корректор Кулакова Богородице Орб Кулакова Корректор Продолжение следует...